Эти перцы и помидоры, будучи еще семенами, прибыли к нам прямо из Голландии. А поспели уже под субтропическим абхазским солнцем. Но не всем сортам подошел этот климат и природные особенности. Есть такие сорта, которые не подошли. Есть такие сорта, которые хорошо подошли. Вот, например, перец, паклажан у нас все-таки превосходно. С огурцами проблемы. И с томатом тоже есть определенные проблемы. Чтобы выяснить, какие именно сорта овощных культур лучше всего будут всходить в условиях Абхазии, их посеяли на этих экспериментальных грядках. Все сорта выведены путем классической селекции. Ни о какой генной медификации речь не идет. Эти помидоры также страдают от болезней и вредителей. Видите, вот эти трещины. Это говорит о том, что плод нездоров. На данном участке это простительно. Здесь проводился эксперимент. Все дело в том, как отмечает министр сельского хозяйства. В Абхазии ввоз семян никак не контролируются. А это, в свою очередь, самым негативным образом сказывается на качестве сельхозпродукции. И самое, что в этом неприятное, то, что нет никакого контроля, какие семена завозят и кто завозит, и что это за семена. Возможно, что и геномодифицированные какие-то семена попадают. Мы должны очень серьезно отказываться от этих геномодифицированных организмов. Министру сельского хозяйства представители фирмы «Райк Цван», которая и представила семена для экспериментальной посадки, показали готовые продукты, рассказали, чем выгодно отвечаются эти сорта огурцов и помидоров. Но подобрать сорт и посадить его в соответствующего типа почву недостаточно. Растения нужно защитить от болезней и насекомых. И тут Абхаз Агростандарт тоже все продумал. Эта фирма работает с производителем препаратов для лечения и защиты сельхозкультур. Ее представители рассказали, какие средства они готовы представить на абхазском рынке. Мы продаем и выпускаем в теплицах живых насекомых, которые поедают вредоносных насекомых. Также по борьбе с болезнями есть препараты на основе грибков и бактерий. То есть это все совершенно безопасно для человека. Просто они очищают землю от вредоносных бактерий и грибов. И, соответственно, растения меньше болеют. Абхаз Агростандарт – предприятие торговое. Но его руководству не все равно, какие семена, удобрения и гербициды продавать. Чтобы убедиться, что они работают с самыми лучшими производителями, специалисты Абхаз Агростандарта опробуют на своих экспериментальных полях продукцию самых разных поставщиков. На следующий год у нас будет компания «Семенис». Их семена, они вот 10 числа приезжают, мы будем обговаривать на следующий год. Значит, на третий год у нас будет компания «Беа». Это тоже голландская компания. То есть практически все ведущие компании мира по производству семян селекционных, мы будем их представлять в Абхазии. Жители села Ачидара, в котором и проходила своеобразная сельхозвыставка, надеются, что День поля станет традиционным летним мероприятием. Ведь благодаря таким встречам фермеры имеют возможность получать достаточно полную информацию о новых веяниях и возможностях, открывающихся в современном земледелии. Мария Анакотова, Турник Амичба, Абаза ТВ.